Призыв москвичей и ленинградцев к экономии материалов заставил призадуматься работников московского опытного электромеханического завода. Завод выпускает значительное количество наименований из зелени, причем в большинстве небольшими тиражами. Но решили искать пути экономии не только в большом, но и в малом. По принципу копейка рубль бережет. Первое слово в борьбе за экономию материалов принадлежит новаторам-рационализаторам. Их десятки на заводе. Здесь называют Николая Зобова, Николая Настина, Анатолия Лишнякова и многих других. Творческий труд новаторов поможет коллективу опытного электромеханического завода выполнить свое социалистическое обязательство, сэкономить в этом году 90 тонн черного металла и около двух тонн цветного. Действительно, если посмотреть, то на каждом шагу мы встречаем большие резервы. На каждой мелочи можно сэкономить массу цветного и черного материала. Вот, к примеру, на нашем заводе ранее обойма подшипника, который идет на полуавтоматический аппарат для сушки волос. Здесь на этот аппарат идет четыре вот таких подшипника. В результате замены на металлокерамику была возможность сэкономить 22 тонны материала. Еще конкретный можно привести пример. Также на нашем заводе применялся ролик, который намазывает на себя ленту на изделие диапроектор, который показывает диафильм. Этот ролик изготавливался из цветного материала. Этот материал поступал в литье, а потом проходил большую механическую обработку. В результате применения пластмассы все эти операции резко сократились и поднялась производительность труда. Также в такой мелочи было сэкономлено около трех тонн цветного металла. Товарищи, также известно всем москвичам, наш завод выпускает карнизы, которые ранее изготавливались из листового металла, который раскравился ножницами. Теперь, в результате применения ленты мерной, завод имел возможность сэкономить 70 тонн металла. Вот, пожалуй, самая маленькая деталь, которая выпускается на нашем заводе. Мы выпускаем этих деталей около трех миллионов. Деталь идет для карниза, который широко известен москвичам. Эта деталь служит для навешивания карниза. В результате изменения технологического процесса изготовления этой детали сократилось ряд операций, и что дало годовой экономический эффект, который выразился в 21 тысячи рублей. Дальше. Наши новаторы не успокаиваются на достигнутом. У нас эту деталь собирает большое количество сборщиков, которые применяют ручной труд. В результате поданного распроизложения у нас был изготовлен полуавтомат, в который только приходится закладывать деталь. Он автоматически расклепывает и выбрасывает деталь в ящик. Этот автомат позволит повысить производительность труда в 3-4 раза. Этот полуавтомат будет подарком наших новаторов и рационализаторов к 23-му съезду коммунистической партии.